Всем привет! Как вы знаете, всегда во всем есть чуть-чуть доля эксперимента. И вот сегодня мы поговорим о неудачах, какие могут случиться с садоводами при обработке, при химической обработке культур. Сея Николаевич, расскажите нам, пожалуйста, что случилось с этим персиком. Здравствуйте, уважаемые коллеги! До сегодняшнего момента мы старались показать что-то такое удающееся, что-то такое красивое, где мы получили результат. А сегодняшнюю передачу мы хотели бы посвятить, наоборот, неудачам. Вот перед вами растение персика, сорта Red Heaven, привитый на карликовом подвои Pumi Select. Растение 4 года, в прошлом году оно уже поводоносило в трехлетнем возрасте, а в этом году совершенно без поводов. Почему? Без поводов из-за моей грубейшей ошибки. Дело в том, что в прошлом году у нас была холодная, продолжительная, протяженная холодная весна и достаточно холодное лето. И на этом фоне, на растениях, на косточковых растениях развилось очень большое количество грибковых заболеваний. В этом году, желая с весны сразу отсечь все эти грибковые болячки, я интенсивно обработал еще по снегу. Как только достал растения из зимовки, все кроны концентрированным раствором карбамида. 700 грамм на 10 литров. Сам прием очень эффективный, он много лет успешно оправдывает себя на груши, яблони, вишни, сливи, черешни. На персике я попробовал в этом году их впервые. И вроде посмотрел в литературе, покопался, ничего настораживающе не заветил и решил полноценно использовать этот препарат. А оказывается, концентрированный раствор карбамида на персике использовать, кстати, и на голубике тоже, использовать нельзя категорически. Концентрированный раствор карбамида вызывает на коре персиков некротические язвы. Но сейчас мы это уже не увидим, потому что здесь произвели обрезку, отсекли все, что пораженное. И полностью выжигает генеративные и частично вегетативные почки. В итоге я прекрасно обеспечил растению зимовку. Оно вышло из зимовки просто идеально. На нем было огромное количество цветочных заброженных почек. Я своими руками все это уничтожил. Сейчас растение июль уже полностью восстановилось, сформировало крону. Сейчас идет, уже начинается закладка почек, в том числе и цветочных будущего урожая. Здесь можно присмотреться, уже увидеть зачатки этого. Больше такую ошибку я не допущу. Для обработки персиков в контейнерной технологии, как и в классической технологии открытого грунта на юге, надо использовать мягкий химический препарат, таких как Копом Люкс, Бига Пик, которые достаточно мягко, эффективно работают, но не обжигают кору. Это растение неженка. Такая вот история, друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не совершать ошибок. Всем привет!